всем привет дорогие друзья сегодня у нас 22 апреля и мы едем вместе с вами в термальные источники ЕОВА немножко сегодня некрасиво получилось нам вчера сказали что пол девятого у нас будет этот тур а пол восьмого нам позвонили говорят а вы где но мы соответственно как вы понимаете рассчитываем что сейчас позже выйдем пришли сюда здесь целый автобус сидит сказали что где-то два часа отсюда добираться сейчас восемь значит где-то часам до десяти должны доехать туда сегодня все с вами посмотрим в общем путь до ЕОВА не близкий где-то так 58 минут 58 минут на автобусе мы ехали до парома и сейчас вот ведь паром на ЕОВА и сейчас на пароме прям сразу же в автобусе мы поедем туда паром по моему уже стоит заехали мы в паром и можно подняться здесь кофейку попить наверху в общем 30 минут ехать прям с паромом смысле прям с автобусом заезжаешь с утра уже заговариваешься сейчас поднимемся с вами на верхнюю палубу в общем сейчас расскажу что у нас с утра приключилась наконец-таки нам сказали что раньше были в семь часов эти экскурсии а сейчас из-за того что мало клиентов наплыва в общем что будет пол девятого мы спокойно с ним без 10 7 стали выгрузились где-то наверное на завтрак без десяти и тут за нами прибегает с выпущенными глазами гид говорит что этот пел в этот полный автобус стоит уже с людьми и ждут они нас уже 20 минут с половиной восьмого то есть мы толком не позавтракать ночью там покидали две минуты буквально и бегу в общем понимает глаза людей в автобусе которые сидели и ждали все это время там пока мы ну то есть а мы вообще не виноваты мы к половине 9 мы так вышли раньше мы не знали но вышли раньше поэтому чем началось все с приключения мы сейчас сказали что наплыв наоборот сегодня очень большой желающих поехать в елова из-за того что праздник но и у нас там находиться не судьба потому что народу будет очень много я надеюсь что мы не разочаровались видите как подъезжает еще один паромчик и туда сейчас тоже точно также будут заезжать все машины ну а можно зайти внутрь попить кофейку что я сейчас и сделаю пока там народу немного или кофейку или чайку и полчаса вот такой вот приятные прогулки по морю поехать посмотреть полюбоваться красотами вот уж что я люблю так это это море смотрится какие просторы открываются шикарные обожаю море любое абсолютно любой неважно какое лишь бы море вот внутри здесь кафешечка кафешечки можно они знаете кофе по-турецки есть у них по-турецки ну понятно только из аппарата кофе спасибо кофе только из аппарата шоколадки тоже точно так же водичка места общем все уютно комфортно полчаса можно потерпеть не что сейчас попью на на кофеёк в мороженое есть кофе с мороженым идеальный вариант с утра все сегодня с семьи такой кофеёк вкусно обна магнум 80 лир здесь на корабле можно сделать красивая фотография вообще конечно позагорать просто на солнышке побалдеть прокатиться ялова ялова есть слой несколько перевод на звание но двое из самых знаменитых говорят вовремя османская пьет здесь было много набережной особняки а это мы назвали на трескменской ялы а у вас слова переводится равнина ялова равнина с набережной осадняков а вторая веса горят вовремя теплиц пока год назад было и название этого города ящилова еще это сделаем считается самый маленький город в турции 120 тысяч живет но зато самый длинный берег здесь поэтому летний сезон бывает много кристо здесь обычно местные то есть приезжают отдыхают в общем сказали почему вот этот маленький городок ялова потому что землетрясения очень часто здесь случаются и люди боятся здесь селиться в 99 году было последнее мощное землетрясение погибло много людей поэтому сейчас живут самые смелые программа у нас сегодня насыщенная по термальным источникам там уже и полотенце должны быть халаты и тапочки даже я так поняла пока сейчас рассказываю такой городок я думала он прям совсем маленький тоже здесь такие же и центры крупные торговые сегодня праздник многие эти палаточки не работают вот здесь люди отдыхают а у нас на лавале говорили будут отдыхать все открыты никто не отдыхал чем из отеля мы выехали 8 сейчас 1046 практически три часа добирались на смотрите какой здесь красивый вид открывается озеро какой-то или склонить на что так понимаю уже подъезжаем на без нож термальные источники в общем очень живописная дорога красивая посмотрите привезли все здесь зелень кругом огромное-огромное количество деревьев ну ехали 10 50 10 50 приехали группа автобус небольшой но я так подозреваю что народу сейчас наверно будет много здесь вот уже как какая-то первая минеральная водичка комплекс не знаю наш сейчас расскажет что-то про воду а стакана одноразовая раздают что а что это за вода сейчас там вода для жизни в часах все пошли пить воду что за без разницы ну по идее должен где-то быть состав написан здесь состава я что особенно не вижу но видно что пара идет значная на на тепленькая как в пятигорске если кто пил воду висит тукава вкусно никакого нет как вода кипяточку копили ну как вообще вообще минерального нет если поржом ему пили там привкус какой-то есть но только не тот который в бутылках здесь вообще никакого нет ну будем надеяться что полезно сказал наш гид от от гастрита показал даже вот от гастрита все вылечили гастрит очень красивый согласна вот мыло с мочалкой продается по 50 лир сейчас в общем выяснили что все гораздо дороже купили тур чем мы у нас тур стоит 45 долларов травы какие-то тоже не знаю что за травы самая старая дерево а потом 214 лет обалдеть 214 лет национальные костюмчики здесь как всегда приходим можно сфотографироваться денежки заплатить за попугайчиков а это в национальных костюмах можно такую фотосессию сделать хирем и салтан салтан только нет так он на что попугайчики переходите они фотографируют сколько угодно вы сами выбираете который вам нравится стоит 150 лир так так 150 лир одна фотография одна фотография или ватсап или снис или снис или снис или снис или снис не я боюсь не кусает не боюсь ну давайте ух ты как зовут ух ты классный такой класс гладить не смотри как он испугался смотри как не хочет не хочет чтобы его трогали классный здесь какая-то свинцовая баня отдельно женская отдельно мужская сауна большой бассейн сауна большой бассейн когда же мы до этого дойдем и никак живописная какая дорожка я это вот мое когда вот эти вот хвойные деревья стоят птички поют хочется залечь какую-нибудь эту ванну ничего не делать вот просто кайфовать от воды от всего опять где-то остановились здесь есть вода для класс еще тоже состав другая эту воду пить не надо можно помыть классную помогать классную смыть косметику время важную давление у нас вся группа русскоязычная одни какие-то иностранцы одна пара я не могу думать что он все по-английски то по-русски он нам все отдельно разговаривает а зачем действительно мы спускаемся если мы не будем умываться ну вот такие что чтобы калории потерять здесь в общем источники для ног если у кого какие-то эти грибковые заболевания есть то вот здесь вот вода лечит ну конечно с одного раз то ничего не получится что нужно постоянно этим пользоваться ну а так ради интереса новое место почему бы нет есть бесплатно а у кого нету больше что здесь можно клубишку попить так здесь ведь это дерево искусственное вот туда входит вода обычная холодная вода в этом клубе охлаждают там тоже много когда охлаждается свой состав потерпляет поэтому эту воду нигде не продают а то эта вода для желудка давно продали бы потому что теряет свои свойства как в мацисте люди здесь пьют но с собой не берут и здесь пить из деревни привез хлеб делают гранат сок и так далее мне угощают вам платно дают продают сок гранатовый тутовник да что это за орехи такие арахис вот этот что ли такой крупный пустык пустык ааа такие даже не знаю орехи так как это как крупный кедровый орех выглядит бакфар который помогает хорошо дышать астма проблемы каймарит и так далее если хотите можете спускаться подышать на несколько секунд панаром и и и и и и и и и соответственно это в и и и и и и и не сказали повышенная пользуется спросом или по полотенчику и дальше нужно куда-то в какие-то кабинки он этот кабинка где-то там а вот здесь кабинки а везде тапки какие-то что такое одноразово вере не одноразово везде все занято а кабинки подождите а кабинки общие что ли и не закрывающиеся мест здесь нет ни одного вот они термальные источники просто вы заходите ни одного вообще свободного лежака здесь же санатории 20 градусов на улицу очень непродуманно мы с девчонками нигде не пропадем нашли рядом соседний лежак еще рядом соседний лежак в общем кайф температура 37 градусов на солнце сейчас он показывает 20 на самом деле гораздо жарче то есть видимо температура как-то измеряется в общем но когда вот солнце пропекает прям совсем даже я так думаю что мы сегодня без загара настроение сразу улучшилось как только нашли мы себе место и вот такой единственный день без суеты и когда ты просто можешь накупаться единственное что телефон туда не возьмешь источники смотрим в основном сегодня отдыхают турки но вот с нами автобус экскурсионный но вообще вот в целом если посмотреть вокруг в целом турки отдыхает поэтому поэтому мы не знаем как как здесь сезон вообще конечно не рассчитано но больше лежаков надо или два бассейна но так вот чтобы свободно все пришли нам повезло семья рядом отдыхала ушла и поэтому сегодня судьба судьба бы говорит нам что мы ушли сразу у нас ведь три лежака освободились кому-то на счастье но вот сейчас 1332 и уже места освобождаются в принципе здесь как бы если попозже приезжать наверное полегче будет место занять а нам сказали без 15 2 у нас сбор в общем мы как дураки вот если кто поедет мы в каких-то стесненных условиях вот они куча кабинок берите пожалуйста в кабинках переодевайтесь и не надо вот а я сейчас вам покажу в каких условиях там мы переодевать ну вот так вот вообще в непонятных условиях хочу держать сейчас возьму сейчас покажу кабинку в которой мы переодевать здесь да скользко а мы вот в такой вот кабинке вчетвером с нами тут еще девушка какая-то при привык и в общем вот так вот но очень неудобно очень удобно них видимо этот утром заезд идет туристических групп после обеда я говорю наверно после обеда народу не будет очередь еще больше после обеда так идем мы ищем наш автобус ну я не знаю мы нас кормить здесь будут или куда-то еще повезут другое место вот и натеро а название есть у этого термального отеля нет просто термальный отель сейчас посмотрим с вами как раз ресепшн отеля а это что такое две тысячи номер вот две две четыреста да номера значит самый простой 2000 стоит лир где экстра bad экстра что бы открывать экстра маленькая или большую такой простенький точек в восточном стиле все кресла играют на рояле тоже в том числе у нет все-таки 100 походу там наверно накрыто стало как хорошо там на улице да а это раскатала губу раскатала губу на счет шведского стола слышь так вот так вот нас хотят накормить здесь салатик с морковкой это я не знаю что такое пудинг на на какой-то скорее всего принесли сейчас посмотрим что будет на вторую вот такой какой-то амулянс а мне кажется картошка рис это курица мне кажется под видом амулянса амулят амулят не то может быть это влюблено как девочки в общем я в шоке сейчас вот сижу я не смотрела сегодня у меня два телефона на одном банк установлен и смотрю мне столько людей перевело сегодня деньги на подарок это я прям вообще людмила большое спасибо татьяна юлия к зинаида общем я в шоке оксана с это прям я вообще молодцы спасибо прям большое большое спасибо очень приятно сегодня пойдем в ресторан гулять пойдем в ресторан ухты и оксане даже перевели сегодня сегодня мы гуляем девочки ухты класс спасибо это сувенир сувенирчики мы зашли нужно на память купить мыло хоть мне вот это понравилось мало с мочалкой 50 лир стоит мыло дезотаранты по всей видимости какие-то по 180 лир здесь что такое какие-то эти отдушки шампуни мед видите ли это не мед нет наверное мед а вон там по ходу перга лежит вот этот маленько скорейшего перга также есть эти а тут предлагает сейчас пробовать чай 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 вот этот кофе мне советовали купить что вкусный а это весь имбирем разная вещь здесь конфетки чайок пила я кофе вот мне написала зрительница говорит возьмите вот этот кофе запомните он у меня где-то в пакете уже лежит говорит очень вкусный кофе если один раз возьмете то в следующий раз будете только его пить с мастикой они вот разные есть именно с мастикой не знаю попробуем эти фаллы катушки будем пробовать возвращаемся домой смотрите какая красивая картинка в станку в лучах закатного солнца сейчас солнышко уже скоро будет садится очень красиво отсюда смотрится в общем и в целом там конечно было очень здорово отдохнуть ялова это супер класс но праздники лучше не попадать под праздники в стамбул ребят 4 часа 15 минут мы ехали обратно и мы не доехали нам сказали выходить потому что туда автобусы просто не пройдут они просто тупо стоят в пробке стоят везде толпы людей везде идут пешком и в общем конечно мы устали кто-то уже и спал ну я имею ввиду в хорошее сейчас мы оставим наши вещи в нашем отеле и пойдем искать какой-нибудь ресторанчик чтобы пойти посидеть уже и отдохнуть в общем пришли в то же самое место где были в прошлый раз вот это крыша она нам очень понравилась а чем те стол не нравится витальцы смысле больше что здесь пока покажи стол больше где тесно ну что пришли браки что она здесь креветки я на и на рыбу хочу будем фотографироваться не а мне куда такую не сейчас антидаст вот можно как-то рыба приготовить интересно рыбка у них с чем-то идет хотя рыба тяжелая да потом больше тяжесть такая а что что-то поесть шампанская закуска нужно чем шампанское duty free довезли не знаю что это за шампанское любимая моя самая громко не надо все не слышали я стесняюсь я стеснительный товарищ я стесняюсь самая лучшая в мире сестренка поздравляйте с днем рождения желаете самое главное это здоровье что было здоровье на все на путешествие на жизнь на все здоровье тебе и твоим близким мужу родителям ванечке это первое любимой сестре лена переживает за оксана лучшая подруга потом я желаю чтобы у тебя была мечта чтобы ты шла от своей мечте чтобы она у тебя исполнилась живи так как подсказывает потихонечку а то там уже оборачиваются шашка подсказывает и сердце и самое главное есть выражение не родись красивой а родись счастливой будь ты счастлива не родись красивой а родись счастливой знаете поговорка это самое главное шампанское такое как полусладкое хотя но я смотрела что драй написано драй почему оно полусладкое непонятно вот что мне здесь больше всего понравилось это вид жалко что я сейчас а вот я могу от кого слушайте слушайте вот эта красота открывается здесь у меня створка легко и вот с таким вот шикарным видом шампанским в такой идеальной компании можно сказать отмечать день рождения это мечта вот это самое главное сейчас еще креветочки вкусные принесут вот это все как я люблю смотрите шкварчащие креветочки в масле ничего себе у нас у лены аппетит и ты все это съешь деточка подожди а то оксана то возмущается а сама то тоже такое же блюдо в общем у меня самая маленькая ребята оцените из всех согласитесь тут три креветочки и рисика себя но я и говорю а я при этом это самая большая что-то объединить ладно мне с вами попробуем с вами в Субботнеодельно помните красота леночка красота для красота ну обалденное ну смотрите приготовили сюрприз у меня одно желание тоже быть здоровым здорово и счастлива это самое главное все остальное все ерунда в общем прикольно они прикиньте тащили сюда и заказалась и десерт еще шары игру я не люблю не знаю почему мне вообще это не нравится когда вот это зажигается я кому-то готова там устроить риском нравится мне это вообще не мое и не про меня но они все равно принесли 45 нет я хочу сказать что грустно очень меня очень грустно мне не хочется его отмечать тихо успокойтесь я его отметила как хотела то есть вот там в бассейне накупалась на загорала то есть не в домашней готовке там стол вот это все я не люблю это не мое вот этот получился самый нормальный праздник главное давайте попробуем чуть такое заказала что-то теплое что-то национальное стоит сто пятнадцать лифт что ли а прикиньте а им бесплатно а им а им презент бесплатно потому что они любят халяву это два халявщика львы пусть тебе львы напишут не вкусно не вкусно не вкусно тогда не будем лучше на улице тогда получим а давайте еще на улице сыр мы еще шампанское пьем нет а тогда не будем заказывать а вы хотели такой же заказать это это какой-то плавленый сыр а сверху ну давайте не в маду я не пойду хватит на ночь не ешьте здесь не пойду вам он пахлаву дали на улице пойдем голубые мочи голубые ну вот эта штука ну скажи своем это теплая пахлава волосатая нет как это сыр это это плавленый сыр а сверху дал кто-то вот твоя собственная часть ну калина дико я и я люблю сыр поняли да а мне не очень потому что сыр он не сладкий он плавает в масле а сверху вот это жигура сладко какая-то вот понимаете вот все кафтю или кафте или я не знаю что очень классно сиди классно а самое главное собираемся на прогулку времени сколько у нас 21 21 самое время гулять так посидели мы на 1732 2 рубля или счет у нас 1732 лир на все так ну что дорогие друзья голубая мечеть после реставрации все здесь так мощные такие прожектора работают классный пойдемте зайдем посмотрим сейчас времени у нас уже 22 15 тюльпанчик я сня видел очень красивые фотографии открыли ее вчера после четырехлетней реставрации четыре года она была закрыта это значит что мы сюда приезжали с ольгой четыре года назад ольга я оксана первая наша поездка в стамбул и что не посмотрим что такое что такое что нельзя нам сказали что круглосуточно эти мечети общем опять у нас не получилось ребят но может быть завтра получится если только со скольки с 10 с 9 но в 9 то мы сюда не придем а потом на народу будет опять потому что у них завтра воскресенье выходной ну и плюс праздник третий день и людей здесь будет много идем 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 хотели попасть мечеть опять не попали а я софия посмотрите какая красивая в ночи светится а голубая мечеть не светится практически хоть нам и говорили что нам будет работать всю ночь надеюсь что завтра перед отъездом мы все-таки туда попадем фонтан красивой ночью работает весь в подсветке но по по сравнению с днем сейчас гораздо меньше людей потому что днем просто вообще невозможно было пройти шагу ступить везде кругом одни сплошные люди а сейчас просто красота ну и подводя итоги вот этому дню я единственное что хочу сказать я не люблю отмечать свой день рождения знаете вот чем старше ты становишься тем больше ты осознаешь что вот как-то молодостью я я не жалуюсь как бы я наслаждаюсь каждым днем я вы видите как бы стараешься быть сюда на позитиве откидывать какие-то грустные мысли но вот понимаете я не считаю что день рождения это вот какой-то вот праздник в этот день что нужно собирать какие-то там застолья сидеть я очень рада что я в этот день не убивалась на кухне не готовила то что но грустно мне всегда вот грустно до слезу прям хочется знаете чтобы вот этот день он как-то прошел быстро незаметно и чтобы ты вот не лезли вот эти вот все мысли в голову дурацкие как очи осенью кстати уже сфотографировалась причем повеселила девушку она меня сфотографировала там такая фотка ужасно игру ну вы хоть это подритушируйте говорю у меня предыдущая фотка на паспорте там такая красотка 20 лет понимаете и сейчас то есть как бы в душе ты девочка ты не воспринимаешь что ты там тетка уже какая-то да и там уже взрослые все остальное поэтому ну провели этот день в теплой компании и самое главное что этот день там я сняла в ялова маленький шоц и все вот зрители поздравляют 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 те вроде бы как с одной стороны приятно с другой стороны я уже сказала тоже в шоте что хочется обратно 20 лет по да ну не 20 30 30 35 лет это вообще прям счастье всем спасибо друзья за ваши просмотры как всегда всем добра удачи и еще впереди у нас там был еще несколько видео пока пока пока